Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и я, ее ведущая, Кристина Бочкарева. Сегодня у нас в гостях иллюстратор и писатель Лидия Фетченко. Привет, Лид! Привет, Кристина! До 16 лет ты жила на севере. Где именно и что привело тебя в Рязань? До 16 лет я жила на севере, это Окольский полуостров, Мурманская область, город Апатиты. У меня из окна был шикарный вид на Хибины. Да, это было очень красиво, особенно закаты и рассветы на заснеженных горах. Очень красиво. Приехала я в Рязань, чтобы учиться, поступать в институт. Очень долго выбирала, в какой институт я хочу поступить. В итоге поступила в тот, куда взяли на бюджет, и я стала архитектором, проектировщиком зданий. Вот. И, собственно, можно сказать, это меня привело в Рязань, и я осталась здесь. Ты рассказывала, что именно Рязань вдохновила тебя на творчество, в плане, я имею в виду, рисования. Я бы сказала, что Рязань добавила мне уверенности в себе, потому что рисовать я начала еще с детства, и рисовала где-то в конце тетрадок, все, что мы любим, вот это вот в детстве. Вот. И только ближе уже к более осознанному возрасту, когда у нас в институте появились пары по рисунку, вот. Мне, наконец-то, кто-то сказал, преподаватель, что у меня хорошо получается, и я такая, боже мой, я умею рисовать, и понеслось. Насколько я знаю, ты не просто художник, ты иллюстратор-самоучка. Как вообще пришла именно вот к этому направлению в художественном искусстве? Я начинала, естественно, как и многие, наблюдая за какими-то комиксами, за какими-то мультиками, и постепенно на этом фоне сначала что-то срисовывая, потом добавляя свои элементы. Естественно, сначала получалось очень криво, я иногда нахожу свои старые рисунки, мне становится немного неловко. Со временем постепенно стиль менялся, менялись, естественно, материалы, менялись направления, и в конечном итоге мы пришли к тому, что мы имеем. В прошлом году я закончила курсы на иллюстратора-художника, и это повысило мой скилл немного. Я видела твои работы, они все у тебя пропитаны какой-то сказкой, мифологией, аниме. В каких стилях вообще ты рисуешь? Ох, это очень сложно, потому что если изначально я начинала рисовать, отталкиваясь от одной моей в душе любимой манхвы, это корейские комиксы, именно корейские, там, свои особенности, вот, то со временем стиль начал меняться, потому что мне захотелось уйти немножко в реализм, но из-за недостаточности скилла у меня не получилось уйти в реализм, и получилось то, что получилось, какая-то смесь между такой анимационной графикой и именно что-то ближе к реализму, но не реализм, потому что в последнее время я еще экспериментирую со стилем и для разных проектов использую разные техники. Какие инструменты ты используешь для рисования? Из скольких этапов вообще состоит сам процесс создания иллюстрации, и сколько он тебе примерно по времени занимает? Каждая картинка по-разному на самом деле, то есть я могу одну картину нарисовать за несколько дней, а могу целый месяц ее потузить. Вот, у меня есть одна очень любимая картина, там красивая женщина, вот, с крыльями, вот, и ее я рисовала почти два месяца, вот, а так я рисую как в традиционных материалах, это линеры, акварель, графика, вот, так и диджитал иллюстрации, то есть это на планшете, на графическом, при этом он также разделяется на несколько типов диджитал, уже как лайн и без лайн, но это особенность просто рисования, но я объединяю это все в диджитал. С чего начинается вообще иллюстрация? Насколько я знаю, ты вот мне рассказывала, что все начинается с набросков, и только потом уже иллюстрация становится полноценной картинкой, назовем ее так. Я вам сказала, что все начинается с импульса, даже не сколько с импульса, сколько с некоторого вдохновения, и когда появляется идея, я сначала делаю небольшую зарисовку, потом начинаю делать уже скетч по этой зарисовке, то есть обычно набрасываю там композицию или еще что-то, какие-то основные элементы, вот, потом уже начинаю прорисовывать скетч более детальный, потом после более детального скетч идет лайн, если это именно лайновая работа, даже если это традишка, то все равно там идет сначала лайн, ну, по крайней мере, там моя тема, я делаю сначала лайн, вот, и потом я накладываю цвет. Каждый раз это получается очень интересно, потому что я никогда не задумываюсь о том, что я хочу увидеть в конце. Для меня каждый рисунок — это импровизация, полнейшая импровизация от и до, вот, то есть у меня есть идея, и я должна дойти до этой идеи, и то, как она реализуется, это может не соответствовать, конечно, как бы изначальной идее, вот, как у меня была одна иллюстрация, там девочка сидит на красном фоне, вот, рядом с ящиками. Изначальная идея, она сидела у голографических экранов, вот, как бы ими отрешившись от мира, но в процессе создания самой картины я решила, что будет драматичнее, если добавить туда именно ящики. Ты же нам немного рассказала о героях своих иллюстраций, каких еще персонажей рисуешь? Обычно я рисую то, что вдохновляет меня, какие-то сказочные персонажи, какие-то фэнтезийные персонажи, но иногда также приходится иллюстрировать для каких-то проектов рисунки, и это уже немного другой формат, это не другие персонажи, которые отвечают на требования или отвечают за эмоциональную связку с произведением. Как раз-таки, да, давай поговорим с тобой о твоем профессиональном поприще. Насколько я знаю, ты иллюстрируешь какие-то произведения, и в целом иллюстрируешь персонажей, которых тебе словесно описывают. Да, есть такой момент. Получается, что несколько лет назад меня пригласили в один проект. Это периодический журнал, он выходит весьма периодически, но в нем очень интересная тема. Туда набирают поэтов, прозаиков, и потом их произведения отдают художникам на иллюстрирование. И зачастую в первых номерах нам давали тексты без упоминания автора, чтобы мы не могли пойти посмотреть, кто автор, чтобы показать собственное видение произведений. И мы так иллюстрировали стихи, прозу, сказки, детские сказки, не очень детские сказки. И после этого этот же проект, он начал проводить фестивали. В этом году будет уже четвертый, мне кажется. Называется «Расскажи мне сказку». И там очень интересная тема. Художники, поэты-празайки, они подают свои сказки. То есть даже художник может нарисовать сказку и подать ее. И уже потом, в следующем туре, на эти сказки делают либо иллюстрации, либо прозу. И я участвовала там три года подряд. И что для меня стало безумным восторгом, два года подряд я занимаю там гран-при на первом туре. Для меня это очень вдохновляюще и очень поднимает мою самооценку. Потому что очень долгое время я считала, что я рисую очень плохо. И была очень уверена в этом, в своем искусстве. Ну смотри, со сказками все понятно. Там достаточно четкие образы. А вот как можно проиллюстрировать стихи? Просто бывает там используются какие-то эфемерные понятия, такие очень завуалированные метафоры. Расскажи о каком-то своем опыте, как ты проиллюстрировала какое-то, может быть, самое сложное в твоей практике стихотворения. Мне кажется, самое сложное – это иллюстрировать стихи про любовь. Но мне попадались стихи одного очень серьезного автора. И там я уже цеплялась исключительно за образы. То есть когда читаешь, в голове возникает какой-то образ, какая-то идея, какая-то эмоция. И я пытаюсь в процессе рисования передать эту эмоцию, передать какое-то мое впечатление. Допустим, для одного автора у нас получилось так, что я ему рисовала несколько иллюстраций подряд. Я создала своего персонажа, героя этого стиха. И во всех трех иллюстрациях он участвовал. И он, естественно, не менялся с каждым произведением, но он четко угадывался и придавал определенное настроение, определенную эмоцию. Мы выяснили, что все-таки иллюстрациям ты, наверное, большую часть своей жизни уделяешь. Что делаешь, когда не рисуешь? Я слушаю очень много музыки. Очень люблю слушать музыку. Она занимает очень большой пласт моего времени. И это самая разная музыка. Абсолютно. То есть это какой-то фолк, это какая-то инструменталка, это, может быть, какой-то рок. Ну, что-то такое, вдохновляющее меня. Например, одно из самых моих любимых произведений это полный мюзикл, два акта, Нотр-Дам-де-Пари на французском, который снят, записан в 95-м или 96-м году. Вот. Это просто моя любовь. И помимо музыки, естественно, как уже говорил в начале программы, я прозаик. Я пишу. Вот. Сейчас у меня, конечно, небольшой творческий застой, но это временно, можно так сказать. В 2017-м ты написала свою первую книгу. О чем? Я хотела поучаствовать в одном мероприятии, и нужно было написать книгу. Я написала ее за два месяца. Это был спринт такой очень. Очень. И вдохновила на эту книгу меня другая книга, как ни странно. Называется «Трудно быть богом» Стругацких. И исходя из этой книги, у меня появилась идея, а как же на самом деле творцу в собственном мире. То есть вот как себя чувствует творец, который создал мир. И на основе этого была написана книга о том, как один творец решил родиться в собственном мире. В мире фэнтези, естественно, со своими аспектами, со своими какими-то условностями. И как он проживает в этом мире, как он себя там чувствует. Как он видит проблемы этого мира, как он их решает и так далее. То есть такая книга, она без какого-то экшена, без особой любовной линии. Это именно какие-то реалии, можно так сказать. А другие образы персонажей ты берешь с каких-то своих, может быть, друзей, знакомых, с каких-то других людей, которые окружают тебя в жизни? Вторая книга. В ней очень много из моей жизни и людей, и событий, и каких-то слов, которые мне хотелось бы сказать. То есть там, конечно, не так жестко, как у меня, конечно. Вернее, наоборот. В книге чуть-чуть поболее жестко, чем в моей жизни. Но очень многое совпадает с моей личной жизнью, с моими какими-то переживаниями, с какими-то этими тревогами. Потому что вторую книгу я писала чисто для собственной терапии. В эфире была программа «Городские встречи». И я ее ведущая Кристина Бочкарева. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова